Приветствую вас. Порча это эзотерический термин. Используется в эзотерике у нас вот в соседнем на сайте разделе. Там как раз таки используются эти термины. Такие как вот в Порче и так далее. Но в психологии терминов на Порче нет. Есть множество других историй, есть множество других терминов. Вот в частности тот термин, который мой коллег предложил Борис Никифоров. Вот про самозвывающее Порочество. Вот это например из системного мышления. То есть когда человек себя... Установка человека определяет его дальнейшее поведение. Вот по сравнению даже если он не хочет, чтобы эта установка реализовывалась. Вот и когда она реализовывается, человеку кажется, что вот происходит что-то магическое. Хотя на самом деле ничего магического здесь нет. Вот. Само слово Порча подразумевает некое такое, знаете, полумистическое или околомистическое воздействие на человека. Вот психология как наука такого не придерживается в принципе. Вот. Отлучая на ваш вопрос, я не очень понимаю, зачем вам это объяснять. Ну то есть для чего? Если у вас есть что-то интересное, то это нужно исследовать, нужно смотреть, нужно заниматься, условно говоря, психотерапией с вами. Да, и, соответственно, будет понятно, как бы, что с вами происходит, да. То есть будет понятно, с чем мы имеем дело. Так, просто, отключённое, отдалённое, сравнённое, мне кажется, это просто своего рода демагогия. Вот и всё. Поэтому, тут, как бы, есть нюансы. Дальше. Человек считает, что он некрасивый, невыдачный, поэтому не заслужил честь. Нет, это не самая Порча. Собственное обещение, просто негативный опыт, который у человека ограничен, душат и двигаться по жизни. Нет. Это, ну, по крайней мере, в психологии, это значит, что совсем другое. Имеет в виду самопорча, да. Как возиться самопорча на человека? Без понятия. Без понятия. Мы психологи, у нас таких терминов нет. Как это вызывается? Ну, для начала надо понять, что, о чем вы говорите, подразумевая самопорча, да. Потому что здесь может быть очень много разночтений, как мне кажется. Поэтому сначала надо понять, что вы имеете в виду. А там уже дальше будет более понятно, как это будет избавляться. Я, например, думаю, что избавляться ни от чего не надо, избавляться ни от чего не нужно. В том смысле, что основная проблема человека заключается в том, что он не принимает какую-то часть своего опыта. Борется с ним, борется с самим собой, не позволяет своей естественной природной энергии, которая в нем есть, жизни течь и выражаться во внешнем мире. Незавляться ни от чего не нужно. Если вы где-то чувствуете злость, нужно злиться. Если вы где-то чувствуете потребность поплакать, потребность, не знаю, побыть слабой, например, и так далее, то нужно и нужно себе это позволить. Если вы где-то сталкиваетесь с таким опытом, что вам чего-то не хочется, то тоже как бы нужно это принять. Человек, он по большому счету пытается с этими вещами бороться. Человек по большому счету пытается это как-то вот все, ну, осмыслить, как-то все пытается понять. И в итоге хорошего у него ничего не получается, потому что человек идет против своей собственной природы, против себя основу в данном случае. Поэтому, то, что вы говорите, например, считаю, что он некрасивый, невыдачный, как у меня служба сейчас, это низко-занадцать, ну, осмысливка, вот. То, что вы говорите про убеждение, невыдачный опыт человека, вот, это, ну, убеждение, это установки, а невыдачный опыт, негативный опыт, это травма, психотравма, различного, ну, различного вида психотрамы, например. Вот. Вот и все. Такой вот ответ. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь на мой ответ. Например, если вы опишите, как это влияет на вас, вот, ну, в смысле, как для вас проявляется то, что вы называетесь в оборче, вот. И, соответственно, как вам это мешает, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! 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 Удачи!